Здравствуйте, коллеги! К нам подключается главный тренинг Хоккейного клуба «Слава Тюлайф» Томми Ламса, которого мы поздравляем с победой. Томми, пожалуйста, комментарии по прошедшей игре. Спасибо. После сборки всегда немного вопросов. Как выглядит форма команды. Я думаю, сегодня, 8 goals. Это было очень большой. Плот, первый гол. Пименов, первый гол. Гиматов, первый гол. Науменков, первый гол. Городов, первый гол. Это было очень большой. Это было очень большой. Сегодня, когда мы были нужны, Метсула, был отличный. ПК был хорошим. Я счастлив. А3, первый гол. После перерыва всегда есть такой небольшой знак вопроса, в какой форме находится твоя команда. Сегодня счет на табло, 8-3. Я доволен тем, как мы сегодня сыграли. Отмечу, что для таких ребят, как Жарков, например, Науменков, Пименов, Гиматов, который вернулся, это было очень важно, чтобы они сегодня забили. Плэт. Плэт, да. Дебютная шайба Плэта также. Поэтому я думаю, что мы сыграли сегодня хорошо. Отмечу, что Юха Метсула в нужные моменты сыграл просто великолепно. И, в общем, 8-3 наша бдительная победа, которая доволен. Спасибо, Томи. Коллеги, не забываем представляться, задавая вопросы. Добрый вечер. Разумай Шелуков, Медиакорсеть. Получит ли теперь вторая спецбригада больше игрового времени после шайбы Плэта? Да. Мы увидим. Мы увидим, как ребята играют. Это ключ. Я думаю, что все зависит от того, как ребята будут играть. Вас не беспокоило сегодня большое количество контратак? Да. Я не беспокоил. Но я не успокоил, как мы играли, когда мы играли. Поэтому, конечно, мы должны играть лучше, когда мы играли. Не беспокоило. Но, естественно, мы это внимание обратили. И не довольны тем, как ситуация складывалась. Поэтому, да, мы будем над этим работать. Объясните, пожалуйста, большое количество потерь и ошибок в первом периоде. Я не знаю, много. Это немного разное. Но это может быть потому, что в первом периоде. Немножко с вами не согласен. Я по-другому матч видел, особенно первый период. Но я думаю, что все-таки сказался этот перерыв. Владимир Бакуленко. Хэл Томми. Воробьев перестал выходить по ходу матча. Что с ним? Повреждение или что-то другое? Что с ним? Воробьев? Он отсутствует? Я видел его после игрока. Я думаю, что не очень серьезно, но он попал голову. И это был вопрос. Пожалуйста, кто стал инициатором приглашения Плэта в команду? И долго ли вы думали над этим трансфером? Мы работали вместе. Это было совместное решение. Мы вместе работаем такими моментами. Долго думали над трансфером. Времени было не так много. Но не было много времени. Как долго ты думал про Плэта? Как долго думал про Плэта? Как долго думал про Плэта? Это было очень долго. Не так долго. Потому что у игроков не так много времени. Потому что у игроков не так много времени. Для таких игроков, как Плэта, опытных игроков, не так много времени на рынке, чтобы терять много времени на обдумывание. Поэтому мы приняли достаточно быстро решение. Вы спросили у него, почему автомобилист отказался от него? Да, конечно. Каждый игрок. Если мы сняли кого-то или что-то, то мы работаем много, когда мы проверим оборудование и все. Я думаю, если он хочет объяснить и рассказать эти истории, если он хочет объяснить ситуацию. Я очень доволен, что он сейчас в нашей команде. У нас еще есть вопросы из зума. Коллеги, пожалуйста, представляйтесь. И ваши вопросы. Добрый вечер. Аркадий Падута, страницах Киа Беларуси. Томми, в первую очередь поздравляю вас с победой. А мой вопрос такой. После того, как во втором периоде Минская Динамо открыла счет, это разозвращение, что у меня нет. Это было первое движение, второе период, и в первую очередь. Это было немного ошибки. Но после первого, я знал, что у нас есть возможность играть лучше. И я знал, что мы можем играть лучше. И мы говорили с ребятами. В нашем лагерном уровне нужно менять. И я уверен, что они получили первую очередь. Но я не уверен. И я думаю, что это было нашим лучшим спортом. Я думал, что мы нужны, что нам нужно играть и играть сильную противную игру. Я думал, что мы получили что-то, не главное эмоция, в коментстве. Это мы выходили в первую очередь. Это было 0-0. Мы понимали, что-то, я знал, что-то бедное, чтобы создать перейти, давать offense. Мы были застута у нас на первую голю. И тогда, как это было, на первую очередь, когда они идет о 5-3 и выиграли 2-2, мы sampили два. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Во втором периоде нам удалось хорошо забить первый гол, хорошо Степан сыграл и, к сожалению, потом было удаление 5 на 3, которое соперник смог реализовать. И после этого мы действительно стали плохо играть, стали делать непонятные, невынужденные ошибки, плохо действовать шайбой, терять ее. И в играх с такой командой, как Уфа, нельзя допускать такие ошибки. И они привели к сэкономерному результату. Крейг, второй матч подряд в Уфе для Динамо заканчивается разгромом. Вы уже анализировали причины, почему так выходит? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, вы правы, в последние два года Уфа не очень хорошо нас принимает у себя и, конечно, нельзя, можно сказать, засыпать с такой командой на льду. Уфа почувствовала свои моменты, смогли их реализовать. И все сэкономерно, такой счет. Почему Райан Спунер не играл сегодня? Почему Райан Спунер не потерял сегодня? Уфа почувствовала нижнюю болезненность. Уфа почувствовала сейчас. У него травма нижней части тела, с которой он борется. И последний вопрос. Насколько серьезно сейчас для Динамо потеря Шаранговича? Уфа почувствовала нижнюю болезненность. Уфа почувствовала нижнюю болезненность. Вместочо вверху. Уфа почувствовала нижнюю болезненность. Мы нужны результаты, мы нужны результаты, мы нужны результаты. Здесь есть много возможностей для наших других игроков чтобы, как я говорил, попасть вверх и попробовать обеспечить все эти обязательства, которые Егор делал очень хорошим, когда он был здесь с нами. Мы видели, что его отъезд сказался на команде, но в то же время хочу отметить, что когда один игрок уезжает, на его место должны приходить другие, и это то, о чем мы сейчас говорим с нашими ребятами, что они должны доказывать и показывать своей игрой, что они хотят быть лидерами, хотят быть лучшими в команде, и это то, на чем мы сейчас концентрируем их внимание. Добрый вечер. Азамат Швелков, Медиакарсеть. Оцените, пожалуйста, игру Тейлор сегодня. Будете ли вы искать второго вратаря, довольны ли вы им в сезоне? Спасибо. Что вы можете сказать о Даниле Тейлору сегодня, и вы будете искать другого голова? Я не думаю, что наша команда делала очень хорошую работу. Даниле Тейлору. Даниле Тейлору. А карты. И в царе. Даниле Тейлору. Има игру. Има игру. И наша команда просто не отвечала. И, как я говорил, мы улыбнули в моменты важных моментов, когда мы оставили нашим голоденером на дырку. И это на нас, чтобы делать лучшее job в передо мной. И он получил лучшее от наших игроков сегодня. И в ключевых моментах мы, можно сказать, засыпали и не давали той поддержки нашему протарю, которую он заслуживал. Если помните, в первом периоде он очень помогал команде, сделал несколько классных сейвов. И в тех моментах, когда мы должны были ему помочь, к сожалению, мы не помогли. И нам нужно становиться лучше и играть лучше. У нас еще есть вопросы из Zoom. Коллеги, пожалуйста, подключайтесь. Hi, Craig. Glad to see you after this international break. Первый вопрос. К сожалению, команда потеряла Егора Шаранговича, но остаются другие игроки, которые также на арендных соглашениях из клубов InHell. Кто-нибудь еще покинет команду, поскольку его вызовут, как Егора или Протас, Лодни и другие игроки останутся до конца чемпионата? Unfortunately, Егора left the team, но есть еще некоторые игроки, которые в команде из Норсо-Америка. Will они также отправиться в Норсо-Америка, или будут они оставаться в команде, как Протас, Лодни и другие игроки? Well, it's our expectation at this point that they're going to stay with the team, but everybody's case is individual, obviously, and, you know, I think the situations are fluid at the moment. So we anticipate them staying. We hope they stay. But nevertheless, it's sometimes out of our control. Конечно, мы надеемся, что у каждого игрока индивидуальный контракт, и каждый случай – это индивидуальный. Каждый игрок решит для себя, но мы очень хотели бы, чтобы все игроки остались, и работаем над этим. И второй вопрос от меня. Сегодня капитаном команды был Шейн Принц. Насколько вы им довольны в этом качестве, и как вы пришли к решению сделать именно Шейна капитаном? Шейн Принц was captain today. Why did you decide to name him a captain? What can you say about his performance? Well, as everybody knows, Шейн was just recently given his Belarusian passport. His play of late has been very good. And in the midst of Yegor leaving, clinker out and a bunch of other veterans, Shinkiewicz out, we felt that it was fitting tonight to make Shane the captain. And that's the reason for his selection tonight. Как вы знаете, Shane недавно получил свой белорусский паспорт, и в последних матчах он себя здорово проявил. И с учетом того, что и Кор покинул команду, Илья Шinkiewicz травмирован, и Роб Клинхаммер сейчас тоже травмирован, мы приняли решение отдать Шейну капитанскую повязку сегодня. В матче с Салватом Юлаевым Минская Динамо недосчиталась трех из шести своих лучших бомбардиров, Шарангоича, Клинхаммера и Спунера, и все центральные нападающие, или в случае Спунера вынуждены центральные нападающие. Глядя на статистику в побрасывании матча с Салватом, видно, насколько Минскому Динамо не хватало качественных исполнителей на этой позиции. Как, на ваш взгляд, кадровая проблема отразилась на результате? Минскому Динамо Минскому Динамо Our face-off percentage tonight was way below 50%. And against a team like UFA, that is a puck possession team, you know, if you lose face-offs consistently like we were, you just give them an opportunity to start every shift with the puck and possess it. So you end up chasing the game a lot, which is what you saw tonight. And, you know, that's an area of our game where we have to get a lot more competitive and a lot better if we're going to be able to play the type of game we want to get to so we don't spend all of our energy chasing pucks and chasing down the opponent. We want the puck. It starts on the face-offs. And you mentioned those players out. That's a big hole for us to fill, for sure. If you look at any other team in the league, if they have three of their top players out, it's a struggle for them. And that's what it was for us tonight. But that being said, we can't make excuses. There's opportunity there for people to step up and to, you know, to deliver big performances. And that's our expectation. And, you know, we just have to get comfortable with that. And guys have to dig down and find that extra level that they're capable of and delivering it. because that's, at this moment, is what the team needs. Да, у нас действительно сегодня процент выигранных сбрасываний был гораздо ниже 50%. И с такой командой, как Уфа, которая любит контролировать шайбу, довольно сложно играть, не выигрывая сбрасывания. Нам приходилось очень много энергии тратить на то, чтобы забрать шайбу. И в этом компоненте мы, несомненно, должны становиться лучше, потому что мы хотим играть контролируя шайбу, а не пытаясь ее отобрать у соперника. И, конечно, сложно играть без трех лучших бомбардиров команды. Сложно их заменить, сложно играть без них, но мы не можем извиняться за это. Нам нужно продолжать играть, бороться. И, как я уже говорил ранее, молодые ребята должны использовать свои шансы, они должны стать лучше, играть лучше, и доказывать, что они могут быть новыми лидерами этой команды. Говоря о молодых исполнителей в составе «Динамо», тут первую шайбу забросил Владимир Алистров. Что скажете о прогрессе этого 19-летнего нападающего в Минском «Динамо»? Владимир Алистров scored his first goal today. What can you say about his progress? Well, I'm sure for him that's a big monkey off his back, so to speak. Hopefully there's more to come there from Ali. You know, he's been playing good solid hockey, and he's an offensive player. We know that. And, you know, hopefully now he can stop gripping the stick so tight and just relax and find ways to keep getting pucks to the net, like he did on his goal. And I think good things will happen for him. Конечно, для него это гора с плеч. Он молодец, что забросил свою шайбу, и я очень надеюсь, что в будущем он будет забивать еще больше. Мы знали то, что Владимир, он атакующий игрок, и мы ждем от него еще больше заброшенных шайб. Спасибо, коллеги. Есть ли еще вопросы? Ну, по-видимому, спасибо огромное. Спасибо. Благодарим Крэйгом. Спасибо. Нападающий уфимского Салават Юлаева Джефф Пулетт, новобранец команды, подключается к нам. С победой, Джефф, и для начала комментарии по этому матчу. Я думал, что наша перформанс была отличная. Мы играли очень хорошо в 2-м периоде, когда, я думаю, что игра победила для нас. И потом продолжили победить. в 3-м периоде, это было очень хорошо. До конца. Я думаю, что сегодня игра для нас хорошо сложилась. Да, мы в 2-м периоде сделали хороший задел того, чтобы матч выиграть, но и в 3-м периоде продолжили забивать и одержали хорошую победу. Здравствуйте. за матч «Волков» в медиа-корсете. Сегодня был аж первый матч. Расскажите, что от вас хотели тренеры, на какие позиции вас взяли, и оцените свое участие в звене с Воробьевым и Кугрышевым. Я думаю, что тренер сделал очень очевидно о том, что меня зовут и позиции. Я имею 2 очень знаменитых людей. Я думаю, что я работаю лучше, и я очень победил. победил. Я думаю, очень детально и подробно тренеры объяснил, что делать. Меня поставили с Воробьевым, поэтому комфортно все было действовать и действовал около ворот. я думаю, что все просто. Что там еще было, Азамат? Повтори. В принципе, все уже ответил. Могу. Игра с Минском была принципиальная. Вы все-таки за них долго играли на заре Кахайлу. Спасибо. Нет, я думаю, я думаю, что тренера уже не был. Это хорошая референция. которые я видел на другой стороне. Но они просто победители. Ну, уже вот это ощущение, скажем так, которое могло меня взбудоражить, оно уже ушло. А так, у меня много друзей и знакомых в команде, и поэтому сегодня Динаминск был для меня таким хорошим соперником. Не более того. Денис необычей. это лучше для двух сторон. И я рад, где я перешел. Это как бровь свежего воздуха в Уфе. Я очень рад, что здесь. Я очень рад быть в Уфе. Для меня, как словно, глоток свежего воздуха. Я думаю, что от этой ситуации вы играли обе стороны. И поэтому, в принципе, никаких проблем с этим не было. Томми Лампс не стал называть причину, по которой вы покинули автомобилист, но сказал, что знает почему. И сказал спросить у вас. вы расскажете, почему от вас отказались в итоге. Нет, я думаю, что моя перформация не была хорошая. Мой роль тоже довольно уменьшилась. Я думаю, что я перешиваю это как благословение. Я очень рад, что это случилось. В общем, я рад, что переход случился. Может быть, где-то у меня показатели упали. Моя роль как-то поменялась, но я думаю, что стоит лишь просто двигаться дальше и сконцентрироваться на этом. Владимир Бакуленко, Хэл, Джефф, как проходит ваша адаптация в Уфе, с кем из ребят? Общаетесь в команде? Джефф, 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 Это был очень комфортный момент для меня, когда я приехал. Я думаю, что это очень полезно для команды, потому что я комфортен в двух позициях. Если вы видели сегодня, я играл в позиции, но я взял много фейс-оффов. Я думаю, что я могу быть полезным в двух позициях. Спасибо. Привет, Джефф. Аркадий Падута, Белорусский Кокеком. Congratulations with this victory and your scores a goal. На ваш взгляд, какой момент в сегодняшнем матче стал ключевым, поскольку Минска Динамо играл довольно неплохо. В какой момент вы считаете? Может, ваша заброшенная шайба надломила Минскую команду? Да, я думаю, что в втором периоде, когда мы победили на 5-3, а потом я победил сразу после этого. И потом мы победили сразу снова, чтобы сделать 3-1. Я думаю, что мы действительно контролем матче в очень короткий период времени. И после этого мы уже контролировали руль. Но я думаю, что это самый важный момент в игре сегодня был. Ну и, судя по всему, с вопросом у нас все. Thank you, Jack. Good luck. Коллеги, продолжаем наше послематчевое общение. Сейчас спикер нападающий Минского Динамо Артем Димков. Артем, пожалуйста, прокомментируй эту игру. Добрый вечер. Ну, начало игры для нашей команды, считаю, провели его нормально. Играли по тактике, играли по заданию, сыграли 0-0-0. На выезде с такими командами, как Уфа, всегда тяжело играть. Играют давление, играют дома. Поэтому считаю, что вначале мы справились с этим. Ну, потом удаление пошли, они наказали нас 5 на 3. И, вроде, счет такой еще 3-1. Ничего не известно. И потом почему-то в третьем периоде встали. Голы посыпались одна за другой почему-то. Пропускаем, что почему-то мы играем уже не так, как раньше играли. Несмотря на счет, нужно продолжать дальше играть. Мы почему-то перестали играть в свою игру. За это и поплатились. Потому что Уфа – мастеровитая команда. И они наказывают за ошибки. Владимир Бакулин, КХЛ. Артем, почему все-таки «Динамо» так неудачно в последнее время выступает против «Салавата»? Последняя победа датирована сентябрем 2016 года. Как я уже сказал, на выезде всегда тяжело играть. Вот недавнее поражение у нас тоже с сильной командой как «Барсон», который тоже с крупным счетом и проиграли. Почему-то мы с такими командами… Ну, не со всеми, но почему-то с восточными командами на выезде почему-то так складывается, что почему-то мы боимся, то ли когда играем против таких команд, боимся допустить ошибку, теряемся. У нас молодая, в принципе, довольно-таки команда. Немножко не хватает опыта еще против таких команд. Но мы стараемся играть. Стараемся. Да, в начале сезона была, в принципе, в Минске равная игра. Ну, как бы… Это дома играли, да. Понятно, дома всегда, как бы сказать, легче играть. При поддержке трибун гонят вперед. Плюс дома. Но, да, почему-то у нас не складываются игры на выезде против восточных команд именно в последнее время. Почему-то мы перестаем играть. Не знаю, почему так происходит. Спасибо. И вопросы с Зума. Пожалуйста, коллеги. Коллеги, есть ли вопросы к Артему по игре? Артем, ты один из тех, кто сегодня вставал на вбрасывание и выиграл 50% в вбрасывании. Но, в целом, показатель команды сильно ниже 50%. Что неудивительно на фоне нехватки Шарангоича, Клинхаммера, спунера. Насколько отсутствие таких исполнителей, для которых позиция центрального, профильная или в случае спунера вынужденная, отразилось на результате сегодня? Да, это большая часть игры в вбрасывание. Нам это каждую игру, перед каждым матчем говорят, что вбрасывание – это очень большая часть игры. Кто выигрывает вбрасывание, тот начинает раскат, либо атаку. Вот. И у нас довольно-таки еще, как я говорил раньше, молодая команда. Много ребят, молодых и центральных, и в частности, те, кто, в принципе, не играет в центре, включая меня, становятся на вбрасывание. Мы много над этим работаем. Вот. Но где-то нужно жестче на вбрасывание играть, хитрее на вбрасывание играть. Еще раз повторю, что особенно в зоне обороны, когда нужно стараться играть максимально жестко на вбрасывании, именно в зоне обороны, потому что при проигранном вбрасывании начинается игра в зоне. И ты больше играешь в зоне обороны, больше тратишь энергии, потом тебя не хватает на зону атаки, приходится меняться. Поэтому это большая часть игры в вбрасывание. Очень не хватает ребят этих, которые у нас выбыли из-за травмы. Их не хватает очень. Потому что это их не как бы профильная позиция. Они знают, как играть, уже большой опыт имеют в этом деле. Спасибо. Есть еще вопросы? Артем, приветствую. Аркадий Белоруссия. Не самый приятный исход матча. Над какими компонентами игры необходимо сделать выводы, чтобы добыть два очка в Магнитогорске? Добрый вечер. В первую очередь нам нужно играть в зоне обороны очень хорошо. Против таких команд, да против всех в принципе. Очень нужно играть внимательно в зоне обороны. Просто. Ничего лишнего не выдумывать. Выводить шайбу из зоны. Соответственно, если вбрасывание, то выигрывать вбрасывание. Очень важная часть игры еще это средняя зона. Как бы сегодняшний матч был, в принципе, кто хорошо сыграет в средней зоне, тот и победит в этой игре. Потому что команда ОФЭ очень хорошо играет в А3, в контратаке, хорошо играет. Вот. Нужно над этими компонентами работать внимательно, то есть знать свою работу, что ты должен выполнять. Ну и соответственно в зоне нападения нужно больше играть шайбой, больше бросать, больше создавать опасных моментов лезть на ворота. Ну это, в принципе, простые вещи, которые должны знать. Спасибо. Есть еще вопросы? Ну и последний от меня вопрос. Как вы пережили международную паузу? Готовились ли наверняка к этому непростому выезду? Ну да, конечно, и к этому выезду готовились, да и вообще хорошо, плодотворно поработали в этой международной паузе. Были хорошие тренировки, хороший тренажерный зал. В принципе, все как обычно на международную паузу, когда есть время в начале, после игр, перед паузой отдохнуть хорошенько и потом с хорошей энергией, с хорошим настроением подготовиться. Подготовиться к следующим матчам, было достаточно времени. Поэтому международная пауза прошла хорошо и плодотворно, хорошо поработали. Спасибо. Есть еще вопросы? У нас в зале нет, спасибо. Если вопросов нет, тогда благодарим Артема. Спасибо большое. До свидания. Всё добро. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok